Всем привет, меня зовут Сергей, мы продолжаем изучать Кроссаут, и ребята, сегодня посмотрим на обновленную, измененную кабину Виверна. Кабина, когда-то принадлежавшая самолету. Скорость двигателя максимальная, скорость и мощность, все параметры на ваших экранах, грузоподъемность 4000, предельная масса 9. Дает эта кабина нам теперь 10 энергии, структура 290 и при массе 800 килограмм. Наверху у кабины появились точки сварки, теперь при желании что-нибудь можно установить прямо на крышу этой кабины. Но устанавливать что-либо на крышу мы не будем, у меня крафты уже собраны, несколько штук. Ну и вот он, первый крафт, на котором мы сейчас поедем в бой. Да нет, конечно, я его создал просто как пример посмотреть, насколько сильно сейчас можно нагрузить эту Виверну. Чисто ориентировочно, опять же, я не говорю, что это единственный вариант, как там нагрузить эту Виверну, как там сделать ей структуры с отвалами там и так далее. Нет, просто приблизительно, если тут еще поиграть дальше с колесами, с движками, можно эти параметры поменять. Но у меня в качестве примера получилась именно такая тачка с такими параметрами ускорения и скорости. Давайте по деталям посмотрим, что здесь есть. По деталям здесь сразу установлено два палача, каждый который весит почти тонну 864, то есть это 1728 килограмм суммарно отдает мне вес два палача, два отвала, просто как броня, не дающая прибавки к общей структуре машины, четкий движок, увеличивающий предельную массу на 1000 килограмм, скорость 13 и мощность плюс 20 процентов, ну и газовый генератор. В общем и целом сборка получилась на 1669 хп, но и при этом эту сборку довольно трудно назвать медленной. Ее скоростные качества меня вполне устраивают. Но так как я фанат более быстрых сборок, то для пвп у меня собран другой крафт с теми же двумя палачами, тот же двигатель четкий, который увеличивает скорость пересарядки орудий и модулей на 10 процентов, на носу два отвала, шипастый бампер и два тесака, две синих боеукладки, также синяя бочка, 705 единиц структуры и при этом довольно высокие параметры ускорения и скорости. Но и опять же, это не единственный крафт, который мы сегодня посмотрим, их тут есть 4 штуки, но начнем с этого. Конечно, где еще хвастаться своими параметрами скорости и ускорения, как не на этой песчаной карте? Иначе просто и быть не могло. Если и закидывать меня-то сюда, но все равно, в плане скорости движения по прямой, да и поворачиваемости, сейчас вы, я думаю, сами этот крафт посмотрите, сборка довольно-таки популярная. Очень много народу сейчас гоняет именно на таком сетапе, берут кабину виверны, по бокам от нее ставят пару курсовых пушек, ну и дальше уже по желанию, в зависимости от личных предпочтений. Так, тут враги уже проехали. Справа там стоят целеса, давайте-ка я, наверное, с этими справа поперестреливаюсь. Там вдали сидит пушкарь. Тыдыщ! Ага, 408 и 76, все хорошо, укатываемся. Это было близко, это было очень близко, но он все же промазал. Так, там с самонаводящимися ракетами сидит человек? Нет. Туда я не поеду. Был бы я с пулеметами, я бы еще выехал на самонаводящиеся, но с пушками нет. Не хочу. Так-так-так, поворачивай. Он уехал. Да ладно, они уже у нас на базе, так, АГСы. Вроде выстрелил, а вроде и не выстрелил. Давай-давай-давай-давай-давай. 88, 205 и оба АГСа у него выбиты. Прекрасно. Этот готов. Так-так-так-так-так-так. Давай. О, все, я ему выбил пушку. Все хорошо. Но базу у нас все равно сейчас захватят. И мы этот бой, скорее всего, проиграем. А может быть и нет. Сейчас попробую еще, может, успею вернуться. Вот самонаводящаяся хрень в меня летит. Быстрее, 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 машина, быстрее. Ай, попали. Но-но-но-но-но-но-но-но-но-но-но-но-но-но-но-но-но-но-но-но. Не успел. Я был близок. 826 очков. Выскакивать прямо так на толпу врагов я не хочу. На носу, конечно, есть два отвала. Но все равно они не бессмертные. Ай-яй-яй-яй-яй. Там у пушкарь. Вот что мы здесь все столпились? Опять же, зачем? Давайте хоть немножко-то разъедемся по сторонам. Нет, встанем все в одну кучу. Будем мешать друг другу. Так-так-так-так. Давай, дружище, с тобой перестреливаться. Один синтез я ему выбил. Хорошо. И ай, пушкарь. Еще синтез я ему выбил, но... Пушкарь-пушкарь мне разворотил вообще весь нос. Дай, что уже голая структура. Где ты, где ты, где ты? 526. Так, пушкарь уезжает. О-о-о, какой-то страшный. Так, у него там чего? У него осталась одна пушка. Готово. Еще один, еще один, еще один. Так, это тоже завален. Опа. Здрасте. 292-95. Да ладно! Взял, отстрелил. Ну вот не... А, это Кавказ, понятно. Это просто-напросто Кавказ. Ну, чувак! 68. Так, ну все, это тоже уже не жилец. А врагов, кстати, еще 4 штуки. Воюем, воюем. Довольно неплохая, опять же, довольно крепкая машина появилась. Получилось. По мне, стреляют, стреляют. Немало попаданий уже словил, но при этом я все еще жив. Надо было сразу стрелять в опасный генератор. Ладно, этого замочили. Добили последнего врага. Победа и 1063 очка. Хорошо, переходим к следующей тачке. Практически тот же самый аппарат, только с двумя фиолетовыми дробовиками. Да, на 7000 очков мощи это, может быть, даже покажется и маловато. Но посмотрим. Сейчас посмотрим, как оно будет. У меня есть инвиз, фиолетовый радар-детектор. Два радиатора, один охладитель. Ну, естественно, синий движок здесь. Синяя, опять же, бочка. На самом деле, белую бочку тоже можно впихнуть вот сюда, например. Сейчас я установлю, будет по-быстренькому так радиатор ТПК. Отойди вон там, посиди. Да, от первого же сплэша слева по борту этот радиатор сразу оторвет. 72 единицы структуры. Или можно сделать вот так. И тогда, в принципе, и бочка, и радиатор находятся практически по центру крафта. Ехать оно мне... Да, ехать оно мне вроде как не мешает. Насчет колес с цепями очень многие писали, опять же, в комментарии к предыдущему видосу по автопушкам. Да я их ставлю просто потому, что они мне по внешнему виду больше нравятся на таких крафтах. Опять же, как я уже сказал в самом начале видео, здесь, если поставить еще эксперименты с колесами и оснастить машину другими деталями, можно добиться и более лучшей динамики, и напихать побольше ХП. Можно. Тут уже все зависит от вашей фантазии и также от возможностей вашего склада. Дробайки здесь установлены не за кабиной, за виверное что-либо спрятать трудно, но дробайки здесь установлены каждый на стыке сразу трех деталей. Понятное дело, что если где-то кто-то из пушки мне в бочину выстрелит, то дробайки тут уже в принципе ничего не спасет. Но у меня есть инвиз, это раз, а второе у меня есть радар детектора, поэтому если грамотно использовать эти модули и вовремя обращать внимание на показания миникарты, всех нежелательных попаданий в бочину можно избежать. В общем покатили в бой, посмотрим как это будет на практике. Стоп, 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 никуда не покатили. Касаемо колес еще забыл сказать, здесь крафт он можно сказать практически утюгоподобный, на эти два тесака можно довольно эффективно насаживать врагов, как бы это ни звучало, но для того, чтобы это было еще эффективнее, задние колеса можно поменять на какие-нибудь колеса побольше, чтобы крафт был наклонен носом в землю, тогда это реально будет работать еще лучше. Но я уже поеду на этой сборке, так как она есть. Блин, нихрена-то внезапные, да ты прямо как скример в хоррорах. Вот зачем я ему со стороны стволов заехал, так все хорошо, этот безоружен, сзади автопушечник с горы меня настреливает. Гасим его, гасим, гасим, давим, 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 движок отбили, инвиз отбили, ну и все ему отбили. А чего он в суицид-то не встает? Может он не знает, что на бэкспейс тут можно самоуничтожаться? Эй, парень, тут самоуничтожаться на бэкспейс можно, вернись. Он решил от меня просто уехать, наивный такой, конечно, вот сейчас возьму и отпущу свой законный фраг. Хотя, возможно, у меня его просто-напросто подрежут. Да, подрезали, спасибо тебе, ручейзер. Где ты раньше, блин, был? Ладно, поеду на флаг. А смогу я здесь спрыгнуть-то нет? Хватит мне скорости, но чисто в теории вообще да, по-моему хватает. И... раз! Прекрасно. Так, где враги? Я приехал. А враги сидят там на горе. Детворяемся ветошью. А че ты его не добьешь-то? Добей его. Смотри, я его даже колес лишу. Или не лишу? Эй, парень, погоди. Вот, все, да я его колес лишил. Он уже особо и не жилец, и не ездец, и он убит. Видимо, наш союзник сидел сейчас и просто грамотно ждал, пока кто-нибудь отстрелит его врагу колеса, чтобы спокойно, не напрягаясь, его добить. А сейчас, по ходу дела, спокойно, не напрягаясь, добьет меня. А нет, не добьет победа. Быстро, быстро, ничего не понятно. Давайте еще разок. 616 очков. Ну, конечно, да! Давайте сразу в четвером, в пятером плейхарда задавим. Да ну нафиг, я сваливаю. Ага, хорошо. Инвест меня спас. Сзади у меня, кстати, прямо за спиной тоже какой-то невидимка раскукожился. Так, хорошо. Они хотели заехать мне с тыла, но с тыла уже я сам заехал. Здорово, братиш! Че у тебя там, боссы, да? Ну давай, рассказывай, показывай, где они. Тыц-тыц-тыц-тыц-тыц-тыц-тыц-тыц! Все, прекрасно, он без пушек. Он без пушек! Однащит и практически без шансов. Друг его приехал на ховерах, прилетел. Давай с тобой драться. Ну конечно, ага! Вот сейчас все брошу и буду под твои турели подставляться. Вот она проблема крафта, сразу заметно. Я не могу практически стрелять вниз. Да, это было не так, чтобы прямо понятно мне, когда я катался на нем в ангаре, но зато понятно теперь. И я по ходу дела все же радиатором там задеваю за эти кочки. Ну-ка погоди меня! А все, ты попался нам, парень. Ты сам себя в углу заперл. Готово. Ну и как бы опять вот. Что за бои такие пошли? Хорошо, просто как вариант, давайте один раз поставим большие колеса. Но внимание на шкалу ускорения. Когда ты это колесо ставишь, там сразу ускорение существенно так это падает. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Допустим, два колеса есть. Да. Да, заметно. Заметно, заметно, заметно. Но зато, во-первых, мне теперь будет более удобно стрелять вперед из дробовиков из-за наклона крафта. А во-вторых, радиатор и белая бочка на более высоком расстоянии от земли болтаются. И поэтому задевать на кочках они практически перестанут. Ну и опять же, лучше станут работать тисаки. Чисто в теории. Ну, кажется, этот ховер-крафт уже не жилец. Да, и кажется мне не кажется. Он реально не жилец. Не знаю, на что он рассчитывал, когда сюда въезжал. Так, там турели, здесь копищик. Опа-опа-опа. А возможно и мы не жильцы. Сейчас его друзья сюда все приедут. Так, отходим, отходим, отходим. Чего у меня там? А союзник у меня там с одним колесом по левому борту он оттуда уже не уедет. Здесь бедный Йорик. Я знал его городство. Тец, извиняюсь, это отдать. Вот, хорошо. Замечательно, все, мы с тобой разъехались. Блин, у нас там союзник валяется, и надо бы поехать ему помочь. Ладно, прожимаю инвиз и бегу. Что ж ты перевернулся-то? Мистер Ка... Да ну нахрен я сюда приехал? Ай, вот это засада. Вот это просто засада. Засада-засадище. Стой, стой, друган, стой. Нет, вот так и стой. Не шевелись, никуда не уезжай. Просто постой здесь. Ну, все, хорошо, спасибо. Спасибо за помощь. Да, я без себя не справился. Врагов еще четыре штуки. Врагов еще четыре штуки, но у меня при этом практически целый крафт. Давай, инвиз, быстрее. Я тебя прошу, инвиз, 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 инвиз. Инвиз, мне пора. Вот, молодец. Да, ну зачем? О, все хорошо, все хорошо. Сзади меня где-то инвизер. Так, этот все, этот без палачей. Ну, 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 слезь с моей головы, пожалуйста. Мы не настолько хорошо с тобой знакомы, чтобы этим заниматься в эфире прямом. Ох, ни хрена себе, какая красивая бочка прилетела. АГС у него отбитая. Да, лафин уже не желез. Копья, 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 копья. Так, инвиз, инвиз, инвиз. Дай-ка я ему инвиз отобью. Все, инвиз я ему отбил. В инвиз он спрятаться уже не смог. Ну, что ты хочешь от меня, лафин? А? И едет ведь, и едет, и едет, и едет. Я остался один. Врагов четыре штуки, у меня есть 50 секунд, чтобы их убить. Не факт, что у меня это получится, но я попытаюсь, зараза. Так, 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 так. Так, 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 ну, ну, ну. Добей, добей, добей его, добей, 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 добей. Я все равно уже не успею доехать назад. Вот, сзади еще приехали турели. Турели там, конечно, приехали. Я уже не желез. Ай. Тридцать секунд. Двадцать секунд. Тестишь, спрашивает Альбертович. Да не ты еще. Уже боевые испытания, но, блин. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Зараза. Да вот хрен тебе, не отдамся я твоим турелям. Я просто сделаю так. Надо было сделать так сразу, наверное, и не мучиться. Все равно здесь шансов особо не было, но это было классное мясо. 1921 очко. Вот этот крафт я собирал, скорее, просто ради спортивного интереса, чем ради какой-либо боевой сборки. Он получился странный. Он получился медленный. И с учетом того, что здесь установлены две синие курсовые пушки, не знаю, насколько это будет оправдано, но я его собрал, поэтому хотя бы один раз уже закатим. Просто посмотреть, каков он в бою и как делать, возможно, не надо. Тот же самый фиолетовый радар и фиолетовое двигло, ускоряющие перезарядку на 10% 4 ховера. Синяя бочка. Белая бочка здесь тоже имеется. Две синих курсовых пушки, две боеукладки. Ну и какие-то конструкционные элементы, дающие мне в общем и целом 1164 единицы структуры. Полетели. Да, в плане скорости, конечно, сразу ощущается, что этот крафт далеко не предел мечтаний. Так, там едет враг. На тебе враг. И не попал. Я был близок к тому, чтобы попасть, но нет, мне это все же не удалось. Там через кислотное озеро сразу два врага прилетело. А ну-ка, 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 ну-ка. Кто там? И раз. Ага. Но он оказался... А нет, он щитом сейчас не был закрыт. Да ладно. Вот, я ему сейчас попал, выбил ховер. Прекрасно, и сейчас он утонет. Да нет. Замечательно. Просто жестокая смерть. Его живьем разъело в этой кислотной луже. Так, 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 так. Так. Опачки, это же Данклс, мой друг из Реала. Чуть даже не сразу обратил внимание на Ник. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Там нашего мучают. С двух сторон вообще насилуют. Надо помогать. В смысле, убивать насильников, а не насиловать помогать. Ага, хорошо. Спасли. Э-э-э-э-э-э. Та-та-та-та-та. 465, 45. Все, этого замочили тоже. Сзади нас уже обошли. Обошли нас сзади. Ну-ка, кто там, кто там, кто там? Данклс, здорово, эх, промазал Нет, на самом деле Надо сделать какой-нибудь более вертлявый Крафт, надо будет сюда либо движок другой поставить Либо вообще не кататься на этом Крафте 195-317 Он, можно на нем, вполне себе Так неплохо можно повоевать, но Но лучше не надо Лучше собрать что-нибудь другое 83-433 Так, еще разок 91-210 автопушки Фиолетовый или синий, синий или фиолетовый Ни хрена отсюда не видно, по-моему синий Судя по, о, привет, судя по той скорости С которой они выбиты были Сейчас эти пушки с одного залпа Сразу я ему там впечатал, ну хорош Дан, завязывай, ну не надо Да давай, давай нормально Ой, понятно, со щитами там угорает, летает Он погиб на моих глазах Победа и всего 995 очков Ну и последний крафт на сегодня С двумя АГСами, скажете, что АГС Сейчас им будет, там, да им будет Именно поэтому по ним нет отдельного видоса Но один раз все же закатимся Посмотрим сразу и АГС, и Виверну Приятное с полезным, так сказать Опа, здравствуй, здравствуй, здравствуй Ай-яй-яй-яй-яй, ну-ка Собью, собью, собью щит или не собью Должен, 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 должен Да ладно, что такой живущий щит-то Все замечательно Этот без оружия Ай-яй-яй-яй, там очень много пулеметов Пулеметов очень много Отхожу назад Так-так-так-так-так-так-так-так-так-так Ладно, надо вот этим заняться Пулеметчиками Ага, перегружен, хорошо Они все сидят на базе Просто все Это какая-то жесть Так, это этого добрали Да ну нафиг, чё за бои-то такие? Раз-раз и закончилось Тем не менее, 977 очков я всё же успел здесь настрелять Переставил ЛГСы чуть назад Когда они установлены здесь, впереди им не хватает высоты, чтобы бить по целям, которые близко к машине находятся И два бампера опустил чуть вниз Я думаю, так себя эта машина проявит эффективнее У меня здесь нету, нету меня здесь Так, пожалуй, я даже сделаю вот так Прилечу вот сюда Ииии, начали! Эть! Слушай, ты умрёшь, нет? Он так быстро потерял почти всю структуру, а додохнуть уже не может Вот, всё, наконец-то! Ай, больно! 1650! Ему там с флэшем, походу, разворотило какой-то взрывной элемент Генератор, либо чё-то вроде того Ну-ка на гору закину Закинул на гору, но враг оттуда уже уехал Враги остались только с этой стороны карты Полетели Имис у нас готов Здорово, дружище Надо сразу снять горного, чтобы он там не расслаблял... А, горный тоже уже занят Ладно, хорошо, тогда я просто-напросто выйду сюда Ай-яй-яй-яй! Вот это вообще неудачно ни разу! Сзади миниганы меня ещё гасят! Тихо, отходим-отходим-отходим-отходим-отходим-отходим Это тебя? Ну-ну-ну... Проехал миниганщик? Да, миниганщик проехал Можно ему теперь накидать У меня остался только... Ну, один проехал, другой приехал, конечно Я думал, они тут заняты кем-нибудь А они уже все развернулись и поехали сюда Надо использовать мини-карту Сказал PlayHard и перестал на неё смотреть Вообще Лучший игрок? За это? Серьёзно? 1975 очков, хрена себе Ну, опять же, спасибо взрывному урону Да, такой крафт уже очень сильно на любителя Можно и на нём, конечно, неплохо воевать Летать там, набирать максимум очков Но это уже явно не моё Такие вот тачки, ребята, получились у меня на кабине Виверна Весьма неплохая кабина, на мой взгляд В текучих условиях Опять же, если у вас нету кванта Если есть квант, то эта Виверна, в принципе, и нафиг не нужна Но если его нет, то она сойдёт как заменитель Хоть на какое-то время И, кстати, да, что ещё хотел показать Эту кабину, она, в принципе, не такая высокая Её можно весьма неплохо прятать в гусенице Вот у меня, например, Мэри Павос на основном аккаунте Собран на панцире Если посмотреть на панцирь Давайте-ка я его поставлю Мне так просто в высоту 3-4 Ну, 4 пина в панцирь В высоту, получается Если мы ставим сюда... Тихо, нет Стой, стой, стой Я хочу Виверну Раз Четыре, пять Ну, это уже, получается, шесть пинов в высоту Но всё равно, если сюда присобачить сбоку гусеницы Которые бронированные Ага, вот так вот Раз Вплотную, конечно, их ставить лучше не ставить Но и ставить их лучше ровнее Но, тем не менее, Виверна практически наполовину гусеницами закрыта А у гусениц сейчас по 1300 структуры Да, медленные, но жирные Ну, вот, в общем-то и так Хотел, ребята, сказать вам ещё две таких вещи Во-первых, очень многие в комментах ещё писали Что стали видосы короче На это внимание обратили Вот на то, что в видосах прибавилось разных крафтов На это внимание, по-моему, не обратили На самом деле Мне просто кажется, что Так как-то даже интереснее, наверное, смотреть эти видео Когда я заранее готовлю несколько разных разноплановых таких крафтов И потом просто Я не записываю 50 боёв с одним крафтом А записываю 1-2 боя с разными крафтами И у нас есть возможность посмотреть разные крафты С разной динамикой С разными пушками там на одной и той же кабине Как мне кажется, так интереснее Но если вы так не считаете Напишите, опять же, об этом в комментах Это первое И второе, что я хотел сказать Возможно, кто-то не знает В стиме сейчас есть возможность номинировать ту или иную игру На различные номинации Если вам нравится эта игра И вы хотите её как-то поддержать То вы можете зайти И отдать свой голос за красаут В этих номинациях Я ссылку оставлю либо в описании под видео Либо в прикреплённом комменте Пока не знаю Мне она пока ещё нравится Я номинировал её на Любимое дитя За частоту патчей И да, на самом деле Очень многие эти патчи Они просто вызывают Недоумение Некоторые патчи Лично меня Они Не патчи, точнее Изменения Некоторые лично меня Они вообще просто Бесят Я их не то что не понимаю Меня Реально просто с них Дищайше бомбит Но я всё равно Хочу ещё Чтобы игра как-то Развивалась дальше Если эти номинации Смогут как-то Красауту помочь То почему бы и нет Ну и раз уж мы начали Говорить на отвлечённую тему Ещё хотел сказать Что многие Спрашивали неоднократно Типа того, что Нравится ли тебе Красаут Ребят Когда он перестанет Мне нравится Я перестану просто Выпускать по нему видосы Всё очень просто Делать что-то через силу Я не буду ни в коем случае А пока меня прёт Зайти там пособирать крафт И покататься Постреляться Чё там в ПУП Я захожу Стреляю Снимаю про это видосики Так сказать И сам посмотрел А людям показал Я ни в коем случае Не могу сказать Что мне вот сейчас Прямо вообще всё В Красауте нравится Нет Если я так скажу То я Наверное буду просто Самый распоследний Пиз*** пол Но идеальных игр В принципе-то и не бывает Ну в общем вот С Лерикой закончили Ну и с обзором Моих вариантов крафтов На кабинке Виверна Я думаю мы тоже закончили Всем спасибо за просмотр До новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok